У вас, и вы знаете, по тому, что вы и написали, можно предположить, что вы надеетесь своего мужчину вернуть. Если это так, если вы действительно хотите вернуть своего молодого человека, то тогда вам нужно самостоятельно проявить инициативу, самостоятельно ему напишать о том, что вы хотели бы с ним пообщаться, хотели бы с ним как-то повзаимодействовать, то есть не ждать того, что мужчина как-то вот сам вам напишет, не ждать этого, потому что будет слишком долго ждать, пока человек решит сам вам писать. Это не совсем правильно, не совсем это хорошо, не совсем для вас полезно, потому что объективно молодой человек вам не напишет, потому что он ждет свою девушку, и это он, конечно, порядочный и ответственный. Это означает только лишь все то, что вам нужно самостоятельно проявить свою инициативу. Может быть, сначала попробуйте поставить там лайк, например, чтобы парень написал вам, да, попробуйте как-то дать ему понять, что вы в нем нуждаетесь, и так далее. Этот момент очень важен, потому что без него, без этого момента вы не сможете никак своего парня привлечь, вы не сможете никак обратить на себя его внимание, потому что, скорее всего, мужчина сейчас повернуть именно в сторону этой другой девушки. Не менее важный момент заключается в том, почему вы со своим парнем вообще расстались, то есть что провоцировало ваше расставание с ним. Этот момент очень важен, потому что если его недостаточно подробно, недостаточно полно разобрать, то расставание, даже если вы с мужчиной вновь сойдетесь, возможно, вновь, и даже без человека, без его наличия в вашей жизни, без наличия третьей, да, без наличия девушки, вы с мужчиной все равно расстались, потому что этот вот конфликт, который у вас произошел, ведь если мужчина вас бросил, бросил ради другой девушки, вы его чем-то не устраивали, а другая девушка могла ему дать то, чем он нуждался, но ведь она ему и дает то, чем он нуждался, а вы этого ему, к сожалению, не давали. И вот этот момент, момент, что он получает от этой девушки, момент, чем она ему более привлекательна, чем вы, вот этот момент тоже нужно проработать. То есть, смотрите, с одной стороны, вы проявляете внимание по отношению к мужчине, как-то даете ему понять, что хотите с ним пообщаться, может быть, пишите какой-то комментарий ему в соцсети, может быть, лайк ставите, может быть, даже напишите, напишите ему просто, знаете, так, нейтрально напишите, привет, как твои дела, как твоя жизнь, и все. Но параллельно с этим обязательно все-таки подумайте, чем мужчина привлекся, чем мужчина привлекся к другой женщине. То есть, что у него к ней имеется, почему он ушел к ней, почему именно к ней, а не к другой. Ведь он был с вами, да, и, доходясь с вами, он увидел другую женщину, и он ушел к ней. Даже ему, как-то, было с ней комфортнее. Вот, ну, на понятие этот момент. И тогда у вас все будет хорошо, тогда вы сможете этого своего мужчину вернуть. Но стиль общения, ваш стиль общения, как вы будете с ним взаимодействовать со своим молодым человеком, зависит на самом деле во многом от того, как вы себя профессионируете. То есть, вы можете написать один раз, мужчина вам ответит, что это один раз, вы ответите ему, и стиль общения закончится. Если вы ждете инициативу своего молодого человека, то ее, эту инициативу, в обязательном порядке, можно не ждать. Потому что, ну, молодой человек сейчас не с вами, он другой, и вам, если вы хотите его вернуть, вам требуется проявлять большую степень инициативы, чем это было бы, вероятно, в другом случае. В случае, если бы вы, например, были вместе, или в случае, если бы он не был ни с кем. Этот момент тоже нужно учитывать. То есть, какие у вас, у самой границы, какой у вас верхний предел действий по обращению на себя и его внимания. Вот на такие вопросы вам нужно себе ответить, и тогда у вас появится более-менее четкая стратегия по обращению молодого человека. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok